приветствую вас на своем творческом канале швея маша меня зовут как вы уже догадались маша и мой канал про творчество про вышивку про пошив штор и всего домашнего текстиля ну и немножечко про жизнь в норвегии решила я в этом видео показать вам как я организовываю свой второй творческий уголок первый свой творческий уголок вы можете посмотреть в предыдущих видео ссылочка на который будет в описании но перед тем как я начала снимать это видео я обнаружила что у меня очень грязные окна и начала обустраивать свой швейный уголок именно с мытья окон окна помыты угол освобожден столик поставлен и вот она королева этого видео гладильная система laura star в дальнейшем я подробно о ней расскажу сейчас я ее вытирают так как она не новая и чуть позже я расскажу как она мне досталась первым делом я конечно же посмотрела сколько стоят такие гладильные системы в украине и в норвегии и я была честно говоря шокирована у меня сразу возник вопрос как можно было довести такую шикарную технику да вот такого состояния посмотрите только на этот утюг я здесь расположилась чтобы почистить утюг я его пыталась чистить вот этим вот карандашом это все безуспешно он очень стремный вот сделала такую вот смесь из соды зубной пасты и моющего для посуды вот сейчас хорошенечко перемешаю я все на глаз забрала никакого там супер рецепта нет видела в интернете что такое паста и чистят кастрюли дно кастрюль ну я подумал пробую я почистить утюг надо нанести эту пасту наношу на холодный утюг я не боюсь и испортить подошву потому что у меня есть вот такая вот тефлоновая насадка это подушка для утюга ну и собственно говоря этот парогенератор достался мне бесплатно так как я нашла эту гладильную систему на свалке чисто случайно посмотрим как эта паста подействует я пыталась разобрать этот утюг внутри он очень конечно в ужаснейшем состоянии но из-за того что нужно открутить болтик чтобы открутить еще один болтик а потом еще один болтик в общем я до откручивала до того момента когда я поняла что последний болтик я не откручу и закрутила обратно это даже закрутить не смогла хочу чтобы хотя бы вот эти вот боковушки вымылись чтобы был вид нормальный у него вот и безуспешно я не знаю сколько нужно его так тереть чтобы его вычистить но это просто кошмар какой-то сейчас еще намажу и оставлю минут на десять пусть побудет намазанный если не поможет то нужно брать будет какую-то химию и пробовать ней отмывать поставлю стоит с момента чистки утюга и сегодняшней записи прошло несколько дней честно говоря вот так снимаю какими-то урывками многое что не выходит вообще в кадр из-за нехватки времени и из-за того что дети вокруг всегда были рядом это было шумно и неудобно записывать сейчас дети уже отправились в школу и у меня появилась возможность снимать видео значит откуда у меня такая доска это не просто гладильная доска это гладильная система laura star стоит такие в украине новые 50-100 тысяч гривен это просто у меня нет предыстория значит здесь в норвегии есть определенные места в которые вывозится мусор разная там годовая техника крупногабаритный мусор и мы попали на одну такую можно сказать свалку и там наверху контейнере лежала эта гладильная доска я сначала не поняла что это за доска но я увидела что она такая массивная а у меня здесь доска не очень хорошая там на сломанной фиксаторы она шатается вся и на ней вообще очень стрёмно если честно утюжить так как мне кажется что она упадет я увидела что она здесь такая вот металлическая сетка и что она очень-очень мощная и я подумала что она мне нужна потом я увидела что к ней идет утюг подсоединен к этому боли и я сообразила что это гладильная система в которую встроен парогенератор и я была честно говоря в шоке из-за того что я попала на такую находку я подумала что если даже ну так как ее выбросили сразу мысли в голове о том что она не рабочая я подумала что даже если утюг и парогенератор не будет работать то сама доска она очень классная устойчивая в ней есть шесть фиксаторов высоты ее можно делать разной высоты очень удобно в общем погрузили в машину и забрали в этот же день мы заехали еще на одну свалку и там я увидела этот стол и естественно мы его забрали обычно я не беру весь этот хлам ненужный мне но это просто грех было не взять вот приехали мы домой сразу я включила ради интереса оно все рабочее единственное что оно конечно все в ужасном состоянии было ну как все утюг был в разном состоянии и вот здесь такая треснутая для утюга подставка но я купила такой силиконовый коврик и все проблема решена теперь хочу поближе показать вам эту систему и рассказать вдруг вы захотите купить себе такую новую но что так сначала хочу показать вот какая она металлическая видите очень классная устойчивая временно постелила такой флисовый пледик и пошила такой чехол на резинке но мне не понравился этот чехол я неправильно его сделала в общем надо все делать по-другому в общем оставим эту тему так преимущество этой гладильной системы в том что вот этот вот встроенный как бойлер да в него можно заливать воду не отключая в процессе глажки таким образом это дает непрерывную работу парогенератора тот кто шьет каждый день в больших объемах и используют часто парогенератор это вообще функция просто очень классная я помню как я шила шторы и когда у меня заканчивался пар мне нужно было срочно что-то поутюжить а мне нужно было ждать пока парогенератор остынет чтобы долить туда воду потом пока нагреется то здесь вот этот вот съемный контейнер видите наливается вода вставляется и она там постепенно поступает в уже во внутрь в бойлер можно не снимая сюда просто заливать даже здесь должна быть еще крышечка но ее не оказалось либо же она упала в контейнер я ее просто не нашла а также не нашла железную такую вот палочку на которую цепляется шнур эти вот шланги чтобы не мешало удержать также не нашла эту палочку вот в целом сам волер он в хорошем состоянии вот видите здесь вот два режима вентилятора слабее и сильнее но это я так понимаю здесь показывает когда не хватает воды и когда нагрет пар нагревается по в течение трех минут я засекала даже быстрее нагревается этот пар вот такая вот видите фиксация высоты вот это поднимается и на 1 раз очень легко все это делается так еще одно преимущество это то что утюг мы ставим вот сюда сейчас коврик кстати вот видите вот она была поломана но я купила коврик вот так это все закрывается мой чехол чехол мой не дал вот поэтому нужен оригинальный чехол все вот так все закрывается и она складывается и просто как доска ставится уже внутрь внутри утюг никуда он не денется и его можно убирать даже горячим здесь термостойкая вот это покрытие вот с ними чего не будет вот такая так еще одно преимущество это то что здесь вот такой встроенный вентилятор и что он дает у него есть два режима он надувает вот так чехол и легко утюжить там рубашки детали одежды и наоборот делает вакуум всасует и так застаиваются швы то есть вы паром утюжить это все как бы она туда всасывается вакуумом прилипает и застаиваются швы это очень классная вообще функция я всегда мечтала на такой доске с вакуумом этим но цены конечно в украине просто космические на эти все владельные системы и я до сих пор не верю что она мне досталось абсолютно бесплатно у меня честно горешок вот такой вот мини обзорчик я конечно не специалист то что почитала то вам и рассказала и хотелось бы показать вам ее в действии включила в розетку сейчас я достану утюг поставлю его сверху удобнее вот и здесь вот такая вот кнопочка всем включили и ждем вот здесь должна загореться кнопка когда пар будет нагрет и тогда я вам покажу как работает вот этот вот вентилятор и сам про генератор и так все зеленая кнопочка у нас загорелась прошло буквально пару минут и хочу вам показать вот здесь на утюге есть кнопочка вентилятора нажимаете идет видите надув видите нажимаете еще раз задаете в режим вакуума вот сейчас я делаю опять надув и так работает честно говоря я смотрела что это классная функция но мне больше нравится вакуум нажимаю создаю вакуум и вот на примере у меня здесь есть обрезок постельной ткани хочу проутюжить так режим вакуум у меня включен за пять секунд выложена идеально так как я уже посвящаю видео это и гладильной системе хочу еще продемонстрировать свою покупку когда у меня еще не было этого отдельной системы эту доску мне не хотелось раскладывать старую так как она неустойчивая и плохая я себе купила вот такую мини гладильную доску и пользовалась ней конечно ее минусы это то что она двигается но я здесь если взять вот такие вот силиконовые кобрики поставить либо я подстилала под нее ткань и тогда она становится более устойчива если мне еще надо было чтобы она более устойчива была я вот здесь вот я надеюсь видно вот здесь на ножке клала книги под доску и тогда она никуда не девалась плюсы это то что она компактная маленькая удобно небольшие какие-то моменты на ней утюжить и еще на ней мне удобно утюжить вышивку я купила себе вот такие вот биндеры биндера как правильно не знаю вот я фиксирую вот так вот ткань натягиваю ее и утюжу то есть чтобы она у меня там не съехала не села чтобы все ровно было натянута это очень-очень удобно потому что я такими небольшими фрагментами утюжу вышивку на большой доске неудобно потому что она толще и этот биндер он не не хватает эту доску большому вот если обычная доска то может быть да можно будет но я пользуюсь такой вот маленькая она будет такая складывается здесь есть такой крючок вот и я вешаю ее под стол там на болтик углу и она висит у меня очень компактно мне очень нравится это приобретение можно вот так на столе утюжить какие-то маленькие моменты вот такое вот видео у меня получилось но самое интересное это то что мне муж на день рождения подарил парогенератор filter тот который у меня был дома которым я пользовалась дома которым пользовалась на протяжении очень многих лет и когда я пользуюсь после этого парогенератором пользуюсь таким вот бытовым утюгом да он классный это тефалевский утюг здесь классный пар все хорошо но для меня он как игрушечный мне вообще неудобно мне кажется что он ничего не утюжит вот и в тот день когда мы сделали заказ заказывали мы его в украине я нашла эту владельную систему представляете я оплатила парогенератор и нашла парогенератор как это работает я не знаю но жаба меня начала давить очень сильно и я думаю блин лучше бы я тогда аверлок себе заказала так как парогенератор у меня уже есть но потом подумала что все таки эту владельную систему выкинули на свалку и мало ли что а тот парогенератор новенький и прослужит мне долгие долгие годы поэтому успокоилась и в следующем видео сделаю распаковочку посылки из украины с парогенератором так что подписывайтесь на мой канал ставьте лайк задавайте свои вопросы на все вопросы отвечаю с радостью буду рада новым знакомствам и всего вам доброго и хорошего пока пока субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok